Здравствуйте дорогие друзья! С вами канал Ловим и Готовим, на котором мы ловим рыбу и в первой части ролика показываем вам захватывающие моменты рыбалки, фишки ловли этой рыбы, а во второй части мы готовим эту же пойманную рыбу по различной авторской рецептуре. В первой части вы видели как была поймана эта самая щука, которая лежит на моем столе. А сейчас мы приготовим из нее сагудай по-краснодарски. Итак, ингредиенты, которые нам понадобятся. Одна щука весом 1,5-2 кг, уксус 9% треть стакана, подсолнечное масло треть стакана, вода треть стакана, 2 луковицы среднего размера, 1 лимон, перец черный 5 горошин, перец молотый по вкусу, соль 2 чайные ложки, сахар 1 чайная ложка. Чистим щуку тщательно, промываем ее, затем обрезаем плавники и хвост, голову и вырезаем филе, которое режем на кусочки кубики, в которые добавляем 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Далее смешиваем с ингредиентами луком, лимоном, уксусом, водой и подсолнечным маслом в объеме треть стакана каждого. Итак, приступим. Берем щуку, берем секатор и срезаем у нее плавники. Прошим ее. Делаем надрез на брюхе. Нож у нас остренький, филейный, чудесный. Она икраная. Я же говорил, что она мамаша. Видал, икрасть рука? А кто-то говорил, что она не мамаша. Один мой товарищ говорил, говорит, что с каких-то пор 2-х килограммовая щука стала мамашей. А вот я тебе говорю, она стала мамашей, потому что у нее икра. Понимаем икру. Икру эту можно засолить. Очень вкусно. Особенно зимняя икра. А то вообще что-то. Отлично. Затем щука тщательно промывается. После потрошения щуки я ее тщательно промыл. Далее мы отрезаем у щуки голову. Слушай, классно отрезала голову. Вот что значит хороший филейный нож. Далее делаем надрез по хребту. Наша задача разрезать щуку по хребту на две половинки. Далее делаем надрез по хребту. Далее берем секатор и режем кость вдоль хребта. У нас получаются две вот такие вот чудесные половинки. Которые мы тоже тщательно промываем. Так. Тщательно промываем. После того как мы почистили щуку на две половинки. Разрезали щуку на две половинки. Мы промыли тщательно эти половинки. Теперь мы срезаем шкуру с филешки. Для этого мы делаем надрез. Два рыбака встречаются. Один рыбак говорит, я женился. А второй рыбак говорит, она красивая? Первый говорит, нет. Она умная? Первый говорит, нет. Она богатая? Первый говорит, нет. А что ж такое? Она говорит, у нее горит такие глисты. На них так классно ловится сон. Это я говорю к тому, что вот это вот филе, которое у нас получилось, мы поставим на 3-4 часа в морозильную камеру. Чтобы все это протравилось, если оно не дай бог есть. Но у нас никто никогда не жаловался на шапшукское водохранилище. Щука там чистенькая, тем более мы ее просолим. Но все равно на всякий случай филешку мы положим в морозильную камеру. Итак, у нас филе готово. Ложим его в морозильную камеру на 3-4 часа. Итак, филе у нас разморозилось. Побыло в морозильной камере 4 часа. Теперь мы его режем на кусочки кубики. Для этого берем половинку филе и режем его пополам. Далее режем на вот такие дольки кубики. Можно сделать для красоты под углом. Далее получившиеся дольки кубики высыпаем в миску. Добавляем 2 чайные ложки соли. Добавляем 1 чайную ложку сахара. Тщательно это перемешиваем. Далее мы добавляем перец горошком и перчим. Перец горошком. Тщательно перемешиваем. Разрезаем лимон на 2 части. Одну половинку. Сдавливаем. Второй режем дольками. Добавляем в наше блюдо. Все это тщательно перемешиваем. Добавляем в него 1 третью часть 9% уксуса. Подсолнечного масла. Одну третью часть подсолнечного масла. Сдавливаем. Добавляем в нюанс. Одну третью часть воды. Добавляем в салют. Заливаем получившуюся смесь салудай. значит в конце режем лук полукольцами и добавляем его в наше блюдо такую же манипуляцию делаю со второй луковиц так все это тщательно перемешиваем даем настояться 5-7 минут и блюдо готово хранить сагудай можно в банке в холодильнике в течении длительного времени и потреблять по мере надобности вот такая вот красота у нас получилось итак сагудай готов из щуки показаны вам в первой части нашего ролика спасибо за внимание не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки если вам понравится приятного аппетита пальчики оближешь